И вот очередной пример. Следователи окончили расследование уголовного дела о разливе на Таймыре 38 тонн авиационного топлива. Керосин попал в местное озеро возле поселка Тухарт, когда его перекачивали с баржи в цистерну. Занималась этим компания Норильск Трансгаз. Это дочернее предприятие все того же Норникеля. На скамье подсудимых могут оказаться сразу пятеро сотрудников компании. По версии следователей, они допустили работу трубопровода, который не отвечал требованиям безопасности. Трубы провисли между опорами, из-за чего разорвался сварочный шов. Как минимум 38 тонн горючего хлынули сначала в ручей и дальше в озера. Специалисты выяснили, что разлив нанес сильный вред водным ресурсам и ухудшил условия обитания и размножения животных и рыб. Урон экологии оценили в 122 миллион рублей. По иску прокуратуры компания возместила ущерб, но обвиняемые вину не признают и в ближайшее время дело уйдет в суд.